Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «События» в студии Андрея Горгуленко. Мы работаем в прямом эфире. Я и мои коллеги расскажем, что интересного произошло в Самаре сегодня. Коротко о некоторых темах. Как сделать жизнь в Самарской области комфортнее? Дмитрий Азаров выступил с посланием к депутатам Губернской думы и жителям региона. Клиника, соответствующая мировым требованиям. Больница Пирогова готовится принимать гостей чемпионата мира. Спички строителям не игрушка. Стали известны причины пожара в здании УКРЦ «Звезда». «Нам нельзя уходить в болото провинциальности, ориентироваться на средний уровень», заявил сегодня в своем послании к депутатам Губернской думы и жителям региона глава Самарской области Дмитрий Азаров. В начале выступления, которое длилось чуть менее двух часов, он напомнил, что полтора месяца назад Владимир Путин в своем послании предложил стране стратегию ее развития. И здесь главный вызов, стоящий перед Самарской областью, подчеркнул Азаров. Радикальное изменение качества жизни людей. Впервые над подготовкой послания работала экспертная комиссия. Самые серьезные проблемы региона, по мнению Дмитрия Азарова, отток населения, снижение индекса промышленного производства и объемы инвестиций, рост регионального долга. Среди других проблем низкий уровень благоустройства и недоработки в сфере здравоохранения. К примеру, недовольтворительная работа скорой помощи. Очень много жалоб на то, что медики долго не приезжают. Прозвучали конкретные предложения, в частности, они казались образования. Дмитрий Азаров считает необходимым перевести школы в области на пятидневку, при этом сохранив зарплату учителям при уменьшении нагрузки. В ближайшие годы в области должны построить восемь школ на восемь тысяч мест. Подробный репортаж, посвященный посланию временно исполняющего обязанности губернатора, смотрите в наших следующих выпусках. Быстрая и качественная медицина для каждого. Глава региона Дмитрий Азаров проверил готовность больницы имени Пирогова к чемпионату мира по футболу. Новое современное оборудование, капитальный ремонт приемных и реанимационных отделений. О преображении клиники Даниил Лучко. Больницу имени Пирогова не узнать, в хорошем смысле этого слова. Таких перемен не было с момента основания медучреждения, признаются врачи. Из современного нового оборудования здесь аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомониторы и аппараты для наркоза. Сделан капитальный ремонт. Впервые в Самарской области в приемном отделении больницы появились зеленая, желтая и красная зоны. Пациенты распределяются в зависимости от того, насколько они нуждаются в экстренной медицинской помощи. Мы, скажем так, на пороге исторического события. Если раньше мы принимали пациентов по нозологии, то есть отдельно к хирургу пациенты шли, отдельно к нейрохирургу, отдельно к гинекологу, то в связи с проведенными ремонтами и закупкой оборудования мы пациентов делим по степени тяжести. Глава региона Дмитрий Азаров проверил готовность больницы имени Пирогова к чемпионату мира, осмотрел антишоковые реанимационные палаты, а также лично пообщался с волонтерами. Как вам здесь? Вы здесь были полгода назад? Были. До ремонта? Да. Лучше было? Да. В среднем в больницу обращается до 200 человек в день. Сегодня врачи могут принять одновременно 60 пациентов. Медучреждение обслуживает 5 районов города. Это примерно 400 тысяч жителей. Вот это очень важно. То, что мы, вкладывая такие деньги, получая поддержку из федерального центра, создаем условия, в первую очередь, для жителей Самарской области. Получать качественные медицинские услуги. Получать их оперативно. Получать их благодаря работе профессиональной команде врачей, которая здесь, в больнице имени Пирогова, сформирована. Глава региона также отметил, что перед больницей ставится серьезная задача. Чтобы все палаты, отделения и корпуса соответствовали современным мировым требованиям. Артем Усинов, Данил Лучко, Максим Гусев. События. Активисты ОНФ проверили качество работы самарских больниц. На что жалуются пациенты и как будут оценивать работу поликлиник общественники, выяснила мэрия Елчан. Александра Салихова уже много лет наблюдается в 13-й поликлинике. Признается, серьезных претензий к медикам у нее никогда не было. Ну, стараются. Сейчас же, если что-то не нравится, есть Минздрав, есть главврачи. Всегда можно куда-то пожаловаться и всегда будет результат. Цель проекта ОНФ «Народная оценка качества» – улучшить качество работы самарских больниц. Активисты разработали анкету для пациентов, чтобы они смогли выразить пожелания, которые при личном общении не всегда бывают услышаны персоналом. Речь идет именно о нарушении коммуникативных моментов и в организационном процессе. Что, в принципе, вполне реально, можно исправить. Многие посетители надеются, что здание отремонтируют. Часть денег на эти цели уже получены. На них привели в порядок фасад. Но больше всего, по словам главного врача, поликлиника нуждается в рентгеновском оборудовании. На сегодняшний день в рамках федеральной программы выделяются средства на развитие амбулаторно-поликлинической помощи детям. Мы подавали заявку, которая, по информации о сегодняшний день, предварительно утверждена. И мы значительно лучше материально-техническую базу именно детской службы. В поликлинике напротив регистратуры размещен ящик, в который пациенты могут опустить анкеты со своими пожеланиями. А общественники таким образом планируют провести мониторинг всех районных поликлиник и больниц. Мэри Елчан, Дмитрий Мешканцов. События. Стала известна причина пожара, вспыхнувшего накануне в здании рядом с развлекательным центром «Звезда». Возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время проведения ремонтных работ, считают в МЧС. При этом уничтожено почти 450 квадратных метров здания. Пострадавших, к счастью, нет. Данил Лучко был одним из первых на месте ЧП. Над развлекательным центром «Звезда» стоит черное облако дыма. Горит кровля здания, расположенного рядом. На месте работают 22 единицы спецтехники и 71 пожарный. Информация о пожаре в Центре управления кризисных ситуаций поступила в 6 часов вечера. Загорелось бывшее здание боулинг-центра, расположенное буквально в нескольких метрах от «Звезды». Там шел ремонт. Здесь планировали открыть музей рок-н-ролла. При этом крыша здания была покрыта рубероидом. Отсюда и такой черный дым. Сидели с женой, смотрели телевизор, и дым. Первый пошел часа где-то. Жена с работы пришла, был пятый, шестой час был. Шестой час, и дым пошел. Я смотрю, вышли на балкон. На момент прибытия пожарных площадь возгорания составила 220 квадратных метров. Потом она увеличилась в два раза. Пожару присвоили второй ранг сложности. Чтобы обеспечить доступ к гидрантам, привлекли специалистов водоканала и полицию. На место происшествия приехала глава города Елена Лапушкина и начальник спасательной службы Олег Бойко. По прибытию пожарных подразделений на месте строительства никого не находилось. Здесь в здании проходил ремонт. По словам спасателей, пострадавших нет. Из развлекательного центра «Звезда» эвакуировали 25 человек. Среди них музыканты и организаторы концерта. То есть это было вот минуту. То есть звонок, выбегаете из клуба, у вас пожар. То есть учитывая ситуацию и в Кемерово, никто не собирался шутить. Все побежали, в чем были, сразу на улицу. И в этот момент сигнализация сработала. Огонь потушили только к полуночи. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем во время ремонтных работ. Данил Лучко, Василий Колдашов. События. Далее, коротко о других темах дня. Почти 5000 военнослужащих и 800 единиц техники находятся в состоянии готовности для борьбы с ликвидацией последствий ЧАЭС в регионах Сибири, Урала и Поволжья. Об этом заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин на селекторном совещании с представителями глав 29 субъектов. На период весеннего половодия на территории округа сформировано 30 подрывных команд. На аэродромах базирования содержатся вертолеты, бомбардировщики и транспортные самолеты. Саперы ЦВО проводят взрывы льда на реке Енисей в Туве. В марте военнослужащие округа уже разрушили лед на реке Бия в Алтайском крае, защитив от паводка 15 поселков. Также работы проводились на реках Сим, Берсуат и Нижний Тагузак в Челябинской области, где саперы выполнили в общей сложности более 20 групповых подрывов льда на затороопасных участках протяженностью около 4 километров. Трагедия произошла в Чапаевске на улице Строителей. В результате несчастного случая погиб 22-летний местный житель. Молодой человек переезжал в новую квартиру. Разбирая вещи, парень оступился и упал на пакет, в котором хранились кухонные ножи. Проколол себе грудь. Его отвезли в больницу, но спасти парня не удалось. По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. В Самаре до конца апреля временно ограничивается движение транспорта, имеющего осевую нагрузку более 7 тонн, на следующих участках дорог. Улица Теневая, несколько улиц в поселках Береза и Винтай, проспект Кирова, Южное шоссе, улица Уральская, Кряжское шоссе, Новокуйбышевское шоссе, Аэропортовское шоссе, Страмиловское шоссе, улица Белорусская. Ограничения вводятся для сохранности автомобильных дорог общего пользования в неблагоприятных погодных условиях. В Самаре заработает приложение для поиска метро. Компас поможет найти станцию в пределах выбранного радиуса, высчитает расстояние до нее, построит на карте кратчайший маршрут до каждой станции. Приложение уже работает в Москве. Скоро оно заработает в Самаре, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Екатеринбурге. Скачать его можно будет в App Store. Доступны три языка – русский, английский и китайский. В Самаре появится новая скульптура «Волка-забиваки». На этот раз двухметровый арт-объект установят возле входа на железнодорожный вокзал. Скульптуру торжественно откроют в среду 11 апреля. Это четвертая по счету фигура, которая поселится в столице губернии. Три предыдущие из армированного стеклопластика уже приветствуют жителей у двух городских отелей и возле парк-хауса, где 18 апреля откроется главный билетный центр. Я русский бы выучил только за то, чтобы смело в диктанте участвовать. Оригинально перефразировать известные строчки Маяковского и записаться на участие в тотальном диктанте на этой неделе смогут все самарцы, независимо от возраста и рода деятельности. Международная акция «Тотальный диктант» в этом году охватывает тысячи городов 75 стран мира. Как оказаться отличником и получить за грамотность приз, расскажет Юлия Чернеева. Как писать? Слитно или раздельно? Поставить запятую или нет? И как с глаголом быть? Писать вся или тся? Если вы хотя бы иногда задаете себе эти вопросы, то вас смело можно назвать человеком думающим и грамотным. Ну а всегда думающий человек так или иначе хочет проверить уровень своей грамотности. Сделать это можно уже будет в ближайшую субботу. По всей стране пройдет «Тотальный диктант». В этом году в Самаре уже 10 площадок, где можно будет проверить уровень своей грамотности. Среди них детская, юношеская и областная библиотеки, где уже, кстати, нет мест, и аудитории вузов. Грамотеев готовы принять самарские медицинские и социально-педагогические университеты. В течение недели здесь проходят подготовительные курсы от филологов для тех, кто хочет немного подготовиться и освежить в памяти правила русского языка. У всех свои излюбленные ошибки, поэтому можно кое-что еще и повторить, взять, скажем, хороший справочник по орфографии и пунктуации, или взять, в конце концов, какой-то школьный учебник и повыполнять там упражнения по орфографии и пунктуации. Работы проверяют опытные филологи кафедры русского языка Самарского университета. Результаты будут известны 18 апреля. Тогда же состоятся консультации по итогам диктанта, где можно будет посмотреть свой текст, провести работу над ошибками и понять свои слабые места. Организаторы говорят, что порой эти встречи весьма драматичны. Зато отличники, а их в прошлом году в Самаре было 82 человека, получат грамоты и ценные призы. Тотальный диктант – это форма проявления любви к родному языку. Вот эта любовь искала выхода, и вот она нашла. Любовь любовью, а вот к грамматическим ошибкам самарцы относятся по-разному. Есть некоторые знакомые и друзья, которые пишут с ошибками. Исправляю. Все ругаются, но исправляются. Ошибку можно допустить даже механически. Но хуже, по-моему, человек от этого не становится. Уже 700 самарцев заявили о своем желании принять участие в диктанте. Необходимо оставить заявку на официальном сайте проекта, выбрать площадку и 14 апреля захватить с собой паспорт. Впрочем, без онлайн-регистрации тоже можно прийти. И даже всей семьей. Читать текст будут как и преподаватели-филологи, так и известные горожане, актеры театров, музыканты и артисты. Юлия Черняева, Станислав Левин. События. А вот о чем расскажут наши журналисты в следующих выпусках. Маршируют полки, ногу держат стрелки. В Самаре начинают подготовку к параду 9 мая. Все дело в цвете. Сохранится ли знаменитый красный асфальт на набережной? Королева сцены. Коллеги по цеху вспоминали народную артистку СССР Веру Ершову. А наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 17 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере. Смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином мужских костюмов «Кодмен». Субтитры подогнал «Симон»!